В плане экономии денег. Ведь у нас базовые вещи должны быть хорошего качества и дорогие. Что такое базовые вещи, которые мы можем носить часто, много и под всё, да? И, например, мы покупаем... И они должны быть качественные и дорогие. И поэтому вот нарядное платье дорогое покупать, это вообще не очень выгодно. Потому что ты его одела один раз, ну, два раза, и всё. А как раз-таки каждодневные вещи, вот они должны быть качественные и дорогие. И мы, например, первый раз покупаем себе качественную и дорогую вещь, ну, чтобы её ещё никто не видел, да? Перед Новым годом. Например, это какое-то кашемировое платье или кардиган. Ну, что-то такое, да? Красивого какого-то хорошего качества. Простое, но базовое, да? И украшаем это платье, например, делаем его креативным. За счёт, например, перчаток, да? Вот как мы делаем какие-то красивые перчатки. Или, например, за счёт вот этих вот креативных носков тёплых с босоножками. Ну, чтобы необычный такой образом. Сюда какие-то украшения, чтобы у нас всё это рифмовалось. И первый раз мы вот в таком креативном и красивом виде выходим. А потом мы уже можем этот наряд носить с любыми другими какими-то вещами, но уже как базовую вещь дальше. Ну, это как вариант. Мы, кстати, ещё не сказали про украшения для головы, вот про обручи. Их тоже достаточно много. Можно как раз с учётом вашего цвета, колорита, это могут быть, если кто-то, допустим, говорит, я не люблю носить украшения, которые из недорогого металла, и мне не нравится, а может быть, у вас просто даже уши не проколоты, то тогда вот аксессуары, всякие заколки красивые и обручи. Делаешь, что? Да. Конечно, хорошо бы, чтобы этот обруч был на довольно объёмной прическе, потому что если мы его просто так одеваем, то выглядит как домашний. Ну, так одел, чтобы волосы не мешались. То есть это должно выглядеть как прическа всё-таки. М-м-м.